телефон samsung galaxy grand prime он же smg 530 h повернем там ds по моему нас модификация так имейте ввиду я я писал телефон smg 530 hd с еще есть три или четыре варианта grand prime они отличаются чем он часть похоже скажу да так вот такой телефон чехол я к нему отдельно купил чехол римаксовский они есть на алиэкспрессе но я купил в нашем обычном магазине у нас какой материал но это какой-то пластик по моему снизка яркость мы сейчас походных условиях записываем потому что мне телефон оказывается срочно-срочно отдать так нет это слишком чуть побольше телефона срочно дать а я его так два дня тестировал люди уже просят отдай телефон хватит так samsung поэтому кнопочки работать по-другому так последняя задача вот так я телефон протестировал пару дней но для чего для того чтобы сравнить с куботом зорро мы сейчас снимем еще и видео сравнение кубот зорро и samsung а пока расскажу об этом телефоне телефон этот стоит 40 тысяч тенге в среднем по нашему это примерно почти в два раза дороже чем кубот зорро по начинке они одинаковы почти но тоже отличается внутри вот если цепоза цена ты открыл правильно внутри процессор snapdragon 410 так ну тут нас ощущение очень хорошо но вы примерно видите имейте ввиду что телефон процессор этого телефона четырех ядерный 64-битный но так как и здесь и здесь стоит android 444 то это 32-битная операционная система и не на полную мощность используется процессор и вообще я пока еще не видел телефонов с android 5 0 на это процессор почему не знаю почему-то qualcomm не дает полноценное решение для производителей так если говорить вообще о процессоре то они здесь одинаковы полностью то есть все частоты все поддерживают одинаково в качестве видео ускорителя здесь стоит adreno 306 но за счет того что есть разрешение ниже 960 на 540 5 точек касание должен интригу да сколько точек 5 точек за счет того что здесь разрешение всего лишь 960 на 540 а у куба отзора у нас разрешение выше через 8 на 720 в общем самсунге с играми справляется хорошо адрена 306 он почти такой же как адрена 305 то есть если вы игрались с телефонами на снабдрагоне 400 с 305 адрена то большой разницы вы не заметите наоборот есть даже такие модели вот тоже силами красный рис 1с там 305 адрена стоит вроде более старый но частота у него максимальная 450 мегагерц а здесь максимально частота 400 мегагерц вот вроде бы чем чем-то хуже так это показываешь дизайн да обратите внимание юсби внизу то есть можно использовать кредлы вот это мне понравилось и посередине кстати покажи как именно юсби выглядит если кто-то кредл подбирает вот так вот то есть прямой или обратный кнопки включения все удобные так пользоваться мне принципе понравилось единственное самсунговский дизайн где-то алиповато выглядит так игры видите вот в антуду 3d рейтинге 2531 балл если говорить скажем просто про антуду то порядка 20000 баллов набирает нормально то есть это шельхейдер процессор неплохой он в чем-то лучше чем скажем мтк 6582 чем-то хуже gps работает вообще отлично что на том на другом gps работает идеально вообще мне кажется samsung как то хая здесь вообще не к месту то есть это уже давно у себя утвердишь бренд и как-то что-то о нем плохо говорить как бы у нас все равно не получится потому что там сидят кучу японцев и все доделать корейцы 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 да знаешь про этот самсунг я еще буду ругать но маркетологов маркетологов так ну мы вкратце пробежались давай теперь пройдемся поподробнее вот запустил 3d рейтинг игры работают очень хорошо здесь кроме того здесь поддерживается opengl opengl es 30 благодаря чему вот эти вот последние самые игры которые поддерживают работать более быстро чем скажем даже на некоторых 8 ядерных то есть хотя это невысокая всего 400 мегагерц если игра поддерживает именно третью версию opengl то она работает лучше я вот тут вижу дату изготовления тогда скорее всего 15 год как бы сейчас если смотреть по данным меркам уже я бы хотел иметь такой телефон с 4g да сейчас мы будем ругать да так очень игры поддерживаться очень хорошо если говорить gps мы опять-таки отмечали то отлично то есть поддерживает находит я вот ходил с ним он находит у меня и китайские спутники и российские спутники но нормально работает все таки местоположение в основном по gps по американским спутникам так что еще похвалить а давай лучше нюшку этот про процессор и про батарею скажем если лишних программ не ставить то процессор батареи почти не есть когда используют как звонилку спокойно можно пару дней похоже проходить но я поставил игры поставки это приложение которые периодически будет и уже видно что даже в спящем режиме телефон в кармане все но будет проценты тает почему но скорее всего потому что программа будет что-то с вай фая что-то стрижи берут так так сам по себе процессор очень экономичный если вы как звонилку либо игры которые не постоянно себя не проверяют то очень хорошо так в antutu показывать чуть больше не то сейчас пока больше тестировать чуть больше двадцати тысяч баллов двадцать тысяч пятьсот двадцать тысяч двести а сам телефон не перегревается в играх то есть я попробовал несколько часов играть максимальную температуру не помню что-то около 60 градусов было и на если просматривать фильмы насколько хватает батареи так вот честно я так у меня терпения сколько фильмов смотрите хватило я протестировал в антуту тестере антуту батареи тестер там получилось 6200 баллов это неплохо это больше чем в кубу отзору если говорить про батарею здесь батареи на 2600 меня перс часов кубу отзора а надо на 2200 меня перс часов и здесь экран стоит меньше разрешения поэтому по 3 хватает очень хорошо то есть как по я думаю что при моем использовании спокойно на два дня хватало бы мягкий пластик не такой крепкий хрустящий он мягкий приятный как почти резиновый что хочу отметить так как это samsung на него аксессуары уже есть прямо в городе то есть я вот этот чехол если увидели покажешь чехол крышку нет вот это вот вот этот чехол взял у себя в городе стоимостью по моему около шести с половиной долларов а еще и были схожие только там надо заднюю крышку убрать и одеваешь чехол с крышкой получается тоньше он там 7 микросим вставляем и что здесь мини-сим то есть у нас получается одна микросим одна мини-сим и sd-карта а здесь на что-то не скрыл а здесь по моему то ну там уже гарантии я могу сказать но гарантии лишишься так батареи в этот замерял но она реально похоже 2600 на перс часов хватает надолго так давай будем ругать телефон давай мы же знаем что у нас snapdragon 400 десятый это хороший процессор но главное его отличие от snapdragon 400 это что 4g то есть нем стоит должен стоять модем msm 8916 блин я уже в этих цифрах в голове держать сети антутушки msm 8916 который поддерживает 4g но хитрые маркетологи из самсунга сколько 20 629 например хитрые маркетологи и самсунга сделали несколько моделей этого телефона помнишь я тебе говорю что и мы об обзираем модель g530h у них вот этот samsung grand prime несколько моделей есть поддержка 4g есть без поддержки 4g понятно то есть можно вы подумаете во это тот самый а там нету 4g более до уточняйте и интересуетесь узнавать есть ли точно 4g не лоханитесь да по моему 4g есть модели g530h w чего-то там дальше то есть g530h w что-то это и там насчет даже набор букв вот в нем есть еще если модификации и в них если нету я так и не понял то есть прежде чем выбирать будьте внимательны знаешь что я даже ставил симку с 4g а там получается 4g у нас работа на частоте 2700 3g на частоте 850 мегагерц и получилось что телефон 4g не работает вообще так телефон сам не поддерживает а 3g на 850 мегагерц телефон не заработал только то есть если вы из казахстана смотрите altel of ski simки вы будете работать только в режиме 2g вот так так что для казахстана телефон не идеальный то есть это тот самый бренд а которым мы так наслышаны да я думаю что это чисто маркетологи то есть там вряд ли была проблема сделать нем 4g я думаю что скорее всего это урезали даже на программном уровне то есть там ничего бы стоимость не увеличилась бы они сделали 4g но понимаешь у них много моделей и samsung очень сильно любит сегментировать свои телефоны то есть чтобы не конкурировать с более дорогой модели 4g у них же есть модель 4g 1 во вторых они могут продавать такой же модель но подороже с 4g вот будьте внимательны так что еще поругаю если вы пользовались обычными андроидами то тут и местами свои ушки например я долго не мог понять не работает на qualcomm ах этой штуки почти нет только на лжи если что то есть ты пытался разбудить телефон это в основном на медиатеках и на лжи это называется кнопка он по моему лжи технология так например скриншот попробуй сделать скриншот а оказывается что так извините тут не отвлекает оказывается чтобы сделать крышет нажать кнопочку в питании кнопочку уху то есть да если захотите делать крышет я это чтобы узнать пришлось пережить интернет вот так вот например кнопочка меню здесь работает как последние задачи ну да то есть кнопочка home короче вот такие вот нюансы которые настроить нельзя самсунге то есть кнопочка меню как последние задачи вот такие зачем не эти стага нервируют это просто самсунг он сам диктует свои правила что кто-то его менял что-то там да не нравится пожалуйста берите другой телефон у них свои правила что плюс именно этого самсунга других в нем не так много лишних самсунгских программ то есть есть там программа с план есть еще что-то одно сравнение с теми другими самсунгами когда они там впихивали и дропбокс и еще что-то лишнее тут нет то есть тут минимум стоит самый минимум то есть google play здесь есть а самсунгских программ почти нету это плюс минус в том что хотя телефон похоже будет популярным скорее возможно что не будет кастомных прошивок то есть на него уже выпущено обновление даже обновил прошивку до последней но каких-то кастомных прошивок нет и ближайшее время никто не не работает и второй нюанс имейте ввиду я телефон не рутовал и именно в самсунгах такая вещь стоит я просто тебе скажу и нашим слушателям если вы рутаете телефон раз взведется у них специальный флаг по которому откажут гарантии даже если вы залете другую прошивку нерутованную или удалите рут сервисном центре всегда могут проверить сервисный центр самсунга знает как проверять рутовал его телефон или нет и даже если у него там совсем другая поломка например кнопка это кнопка включения сломается если вы телефон рутовали да то есть и вот это вот это большой минус рута нет и будьте осторожны не рутуйте иначе вы можете потерять гарантию от самсунга так телефон примерно в полтора в два раза зависимости от года от страны в полтора в два раза дороже чем samsung чем кубот зорро и вообще другие модели на чем скажем редрайз 2 или леново лимон huawei honor 4 play стоит ли его брать вот это кстати samsung knox это часть технологии которая защищает samsung от рутов так стоит ли брать телефон как думаешь а давай я тебе скажу о камере пока ты пока думай эти же камеры здесь хорошие передние пиксельная камера работает порой лучше чем многие 8 мегапикселей настоящие камеры у китайцев помнишь скажем дуги дг 310 да или престижу все четыре пятьдесят три у них камеры основные работают хуже через передние и основная камера тоже кстати можешь включить пока камеру показать там кстати фишечки такие есть программы интересные чисто samsung вина вставила то есть работа камерами в целом понравилось конечно там бывают камеры еще лучше вот например когда сэлфи снимаешь ты можешь вот так вот руку вот покажи зрителям вот так вот рукой вот видите вот он человек показал руку и снимок с автоматически сделался видели ну давай 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 меня не показывай знаешь за год телефон настолько устаревает понимаешь через год будет android 6 там будет там еще какие-то технологии которые тебе кажется четырехъядерный процессор блин что это за старье понимаешь я помню год назад двухъядерные телефоны казалось зачем в телефоне два ядра сейчас четыре ядра всего лишь без 4g да кому это нужно так в общем телефон спорный если для сэлфи отлично если вам 4g нужно особенно в казахстане не берите так мне кажется есть более лучшие модели за эту цену да так но мы снимем еще одно видео с чисто скуптом обзора зачем все пока пока